На лесной улице в городе Видное в течение полутора лет на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, возводился большой трехэтажный дом. Вся постройка не соответствовала ни санитарным, ни противопожарным нормам. Были и другие нарушения. Решением судебных заседаний, а их было семь, строение было признано незаконным и подлежало сносу, что и было осуществлено 10 октября. Дом по лесной улице в городе Видное построен на земле собственника, назначение которой индивидуальная жилищная застройка. Однако этот монолит трудно назвать частным коттеджем. Мы должны все самостроить снести. Здесь дом был заведен гражданином Петраковым. На земельном участке площадь 1250 метров построил дом, площадь 1300 метров. Само собой, состояние его конструкции и вообще качество строительства видно невооруженным взглядом. И через незначительное время этот дом представлял бы уже собой угрозу. Строительство дома началось самовольно, без соответствующих разрешений. Он имеет три этажа и полнокровное подвальное помещение. Это уже поднадзорный объект. Этот объект должен пройти экспертизу. В проектной документации этот объект должен получить разрешение на строительство. Этого всего не было. Определением суда собственнику было предписано самому снести строение. Он этого не сделал. Службе судебных приставов пришлось подключиться к этому процессу и произвести принудительный снос. На что рассчитывают подобные коммерсанты, строители? Потому что шансов в узаконе такие строения нет. Всего в Подмосковье, в том числе и в Ленинском районе, выявлено более 400 объектов капитального строительства, подпадающих под условия статьи Гражданского кодекса Российской Федерации «Самовольная постройка». На многие имеются решения судов по сносу домовладений. С приходом нового губернатора Московской области работа по выявлению сносу незаконных построек будет активизироваться еще в большей степени. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.